Считанные дни остались до особой даты в году. 1 сентября все дети отправятся в школу, но среди них есть особая категория – это первоклассники. Для них праздник знаний наступит первый раз в жизни. Потом из года в год он лишь будет повторяться, но как ни печально, первым он будет лишь однажды. Сотрудники Артемовской полиции совместно со своим советом ветеранов решили, что их дети должны запомнить свой первый день знаний на всю жизнь и устроили им свое торжество, можно сказать, репетицию. И первым поздравил своих детей и их родителей по совместительству своих сотрудников начальник Артемовской полиции Рашид Тазидинов. Сегодня очень радостный день, очень значимый и важный для всех нас. Уважаемые дети, будущие первоклассники и их родители, я от всей души, от себя лично и от всего руководства, и от дела внутренних, и от личного состава поздравляю вас с этим очень важным днем, с будущим вашим праздником с первого сентября. И сегодня мы постарались, благодаря усилиям личного состава, группы по работе с личным составом, наших ветеранов, благодаря им, решили вам сделать ставший уже традиционный, небольшой, маленький праздник, торжество, чтобы вы запомнили этот праздник надолго. Первое сентября и длительный процесс обучения – это не первый, но очень важный в жизни шаг для вас. Поэтому желаю вам, во-первых, знать, что учеба очень нужна, желать учиться, набирать сознаний, быть всем, если не отличниками, то учиться только на хорошо и отлично. К его словам присоединился помощник начальника полиции по работе с личным составом Александр Кондюков. Пошел в 1 сентября, в первый класс, в 12-ю школу сюда еще. Но времечко быстро пролетело. Вы не успеете заметить, и потом будете с какой-то ностальгией вспоминать эти школьные годы. Сейчас это для вас, конечно, ворота в новую жизнь. Много говорить не буду. Учитесь хорошо, слушайтесь, родители. И знаете, что учение сверху, учение два, как сказал, власть и наш. Это вам поможет в жизни в дальнейшем. Все вы достигнете любых вещей, о которых сами пожелаете. Всего вам доброго, родителям также терпения. Выразив слова поздравления, они вручили детям небольшие подарки. И начался настоящий праздник. А на празднике, как водится, приходят гости. И первой к будущим первоклассникам зашла госпожа Загадкина, чтобы проверить их сообразительность. Кто первый будет отгадывать Загадку? Иди сюда. Иди сюда. Выбирай себе Загадку. Что ты? Спасибо, я источник. Новый дом несу в руке. Дверцы дома на замке. Тут жильцы бумажные, все ужасно важные. Чем штуку пойдешь? В портфеле. Вот тебе портфель. Также ребята показали, как быстро они научились собирать портфель, помещая в него только самое необходимое и оставляя игрушки дома. Быстро, 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 быстро. А то шкуру поздаете. За каждый конкурс ребята получали небольшие призы. Праздник – это поздравления, конкурсы, подарки. Ну а какой же праздник без сюрпризов? В гости к ребятам пришла настоящая служебно-розыскная собака и принесла свое поздравление. Пришла собака наша служебно-розыскная 2. Вот что! Поздравления! А что она там написала? Учись прилежно и старательно. Успехов в школе замечательных. Вот видите как. Ну давайте тогда. Поздравление! Поздравление! Дорогие первоклассники, также их родители, сегодня у вас такой замечательный, волнительный день. Ваши дети пошли первый раз в первый класс. Все для них новое. Теперь они будут учиться, и у вас начнется новая жизнь. И у них новая жизнь. А когда выучатся, школу закончат, пусть приходят работать финологами, в нашей полиции. Множество конкурсов было подготовлено для будущих первоклассников, чтобы проверить их знания, умения, смекалку, вежливость и сообразительность. Ребята проявили в них себя достойно. Они доказали, что готовы называться первоклассниками, но поучительные сюрпризы на этом не закончились. «Кто такие? Ну-ка, это кто такие? Это вы кто такие? Вы кто такие? Мы уроки разные, очень любим ручки грязные. Ну-ка, хватай, разрубите, давайте забираем ручки. Все, хоть что-то, а то и то же. Ну-ка, ну-ка, посмотри, проверяй, ручки грязные или нет. У кого ручки грязные, за того цепляйте, цепляйте, быстрее, бегите, у кого грязные ручки. Я, великий умывальник, знаменитый мой дадыр, умывальник-означальник, мочалок-командир. Только кто в меня нахою позову своих солдат, в эту комнату толпою умывальники влетят. Кто же вы такие, ребята? Будущее первое. Встаньте, пожалуйста, я на вас посмотрю. Ой, какие вы красивые, будущие первоклассники. И куда же вы пойдете, первоклассники? В школу. В школу пойдете. А вы знаете, что такое школа? Да. Знаете, молодцы. И знаете, что зачем? Вы в школу пойдете? Да. А зачем? Ну, как учитесь. Учиться? Правильно, молодцы. Ну, самое сложное. Познакомиться готов? Я бываю всех цветов. Ручки морешь? Очень мило. Значит, пригодится? Мыло. Вы какие молодцы. Отгадай. И в подарок врач вручила каждому ребенку волшебное мыло, чтобы они не забывали мыть руки и всегда были чистыми и здоровыми. Что еще важно знать каждому первокласснику, чтобы отправиться в школу? Конечно, безопасный маршрут от своего дома до школы. Об этом ребятам рассказала инспектор по пропаганде Светлана Шарапова. А почему в школе интереснее? Всех старую. Задание можно и дома получать, но там ведь вы еще с ребятами, с другими будете общаться. Правильно? И, конечно же, с учителем. Скажите, прежде чем в школу попасть, через что вы должны пройти? Через дорогу. Через дорогу. Ну, дорога, опять же, может быть, и не у всех. Вы должны пройти через улицу или по улице пойти. Правильно? Да. Наблюдаете за тем, что происходит на улице? Нет. Мы сейчас проверим, поиграем с вами в игру на внимание, которая называется «Что стоит на улице?». Если вы считаете, что это действительно правильное утверждение, тогда говорите хором «Да». Если нет, тогда нет. Договорились? Договорились. Что стоит на улице? Знаки? Да. Тритофоры? Да. Разные машины? Да. Разные лохоморы? Нет. Конечно, нет. Поиграв с детьми, Светлана Шарапова дала задание вместе с родителями начертить безопасный путь от дома до школы. Также в гости к ребятам пришел пожарный, чтобы предупредить о еще одной опасности, которая может поджидать кого угодно, а особенно беспечных первоклассников, вступающих в новую, более самостоятельную жизнь. Если младшиеся спички зажигают дома спички, что-то-то ужин предпринять спички сразу же забрать. Забрать правильно, Катерина? Да. Да, ну-ка еще, дальше. Потому что вам объемная тонка, скользит по стенке коробка, скользит и высечет огонь. Играть с ней скверная привычка, опасная пушка, спичка. Отгадав все загадки про огонь, ребятам было предложено поиграть с водой. Но не просто так, а посоревноваться со своими родителями. Раз, два, три. Вынимай шарки и 10 минут. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В завершении праздника, чтобы уж наверняка доказать, что ребята готовы пойти в школу, они произнесли клятву первоклассника. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Сфотографировавшись со всеми гостями, пришедшими поздравить ребят, они отправились пить чай со сладостями. Совсем скоро они уже гордо назовут себя первоклассниками.